Ильяс Челобаев. Сравнение по истории России. Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ. Ссылка на книгу в описании под видео. Две звезды. Средняя вероятность встретить данный материал на ЕГЭ по истории. Различия. Дворянский этап революционного движения 1825-1861. И разночинский этап революционного движения 1861-1895. Тезис. Дворянский этап революционного движения развивался менее бурно. Разночинский этап революционного движения развивался более бурно. На дворянском этапе революционного... То есть на дворянском этапе революционеры не стремились привлечь широкие слои населения. Пытались действовать для народа, но без народа. Например, декабристы планировали свое выступление как обычный гвардейский дворцовый переворот. Конкретно в восстании декабристов на Сенатской площади 14 декабря 1825 года приняли участие офицеры-заговорщики. И солдаты нескольких полков, причем солдаты не знали, что участвуют в революции, думали, что защищают законные права императора Константина Павловича. То есть революционеры их вульгарно обманули. На разночинском этапе революционеры стремились привлечь. Все-таки широкие слой населения пытались действовать для народа и с народом. Например, революционные народники устроили хождение в народ 1874, в акции агитировали крестьян против царя, призывали к революции. На дворянском этапе революционеры проявляли умеренность в методах достижения цели. Например, после восстания декабристов, преобладающей формой протеста против самодержавия, было создание кружков и чтение распространения запрещенной европейско-российской литературы. В частности, знаменитое дело петрашевцев началось с того, что в кружке Буташевича и Петрашевского читали и обсуждали, европейских социалистов Фурье, Прудон, а также письмо Белинского Гоголя. На разночинском этапе революционеры проявляли радикализм в методах достижения цели. Например, террористы организации «Народная воля» убили царя Александра II, 1 марта 1881 года, зарвали его бомбой и сами пошли на смерть. Непосредственно убийца царя Гриневицкий погиб вместе с царем, Жалябых, Перовская, Кибальчиш, Михайлов и Рысаков были казнены по приговору суда. Все первомартовцы стали мучениками революции, дали пример для подражания другим бомбистам. Ляс Чалабаев «Сравнение по истории России. Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ». Ссылка на книгу в описании под видео.